Нам навек запомнится этот важный день, потому что с радостью именно сейчас школа наша новая принимает нас. В Бошинской школе сегодня отмечают не только начало нового учебного года, но и новоселье. Современная двухэтажная школа заменила сразу два здания – кирпичное и деревянное. Именно в них до недавнего времени школьникам приходилось получать знания. На торжественную линейку 1 сентября пришли чуть больше 50 учеников, хотя рассчитана новая школа на 150 человек. Однако, уверяют местные власти и учителя, с наполняемостью проблем не возникнет. В следующем году и в последующих годах мы ожидаем приток учащихся, потому что на территории Бошинского поселения живет очень много многодетных мамочек, которые имеют от 6-7 детей. Поэтому школа будет дальше расти и развиваться. Похвалиться выпускниками школа, увы, не может. В этом году нет ни одного, зато пришел целый отряд первоклассников из 8 человек. Внимание, подарков и аплодисментов им на линейке, безусловно, досталось больше всех. Я сегодня первоклассник, и пойду я первый раз в самый лучший первый класс. Слово поздравления – стихи и песни, а после официальная церемония – торжественное перерезание ленточки. Открыть новую школу и поздравить ее учеников приехал заместитель губернатора Александр Коробко. Он осмотрел здание, пообщался с учителями и школьниками. Наши дети должны учиться вот в таких вот условиях, когда полноценные классы, когда замечательные и профессиональные преподаватели, когда все условия для учебы просто-напросто созданы, тогда можно требовать и от наших детей, чтобы они лучше учились. Я пользуюсь случаем, поздравляю всех с праздником, с Днем Знаний, желаю всем крепкого-крепкого здоровья и всегда стремиться к тому, что надо в нашей жизни получать как можно больше знаний, чтобы было просто-напросто легче в жизни. Кстати, эта школа с более чем вековой историей. Теперь здесь есть все для комфортного современного образования. Оснащенные классы, кабинет информатики с новенькими ноутбуками, большой актовый зал, просторный спортзал и игровая площадка на улице. Для юных хозяюшек подготовлен кабинет домоводства, собственной кухней. Школьники таким подарком властей и строителей остались довольны. Богомазу и кабану, всем строителям, властям, мы одно лишь скажем слово, от души спасибо вам. Всем здоровья, всем удачи и богатства, всем придачи. Вам желают детвора, всем ни пуха, ни пера. Кристина Перцхилова, Александр Егоров, События, Карачевский район.